Добрый день! Рада вас всех приветствовать в этом зале. Приятно видеть и знакомые лица и незнакомые. Меня зовут Леся Волошина и я сегодня вам расскажу о разработке новых сентиляторов. Итак, что же такое собственно сентиляторы? Это функциональные материалы, которые обладают способностью излучать свет в видимом либо в ближнем ультрафиолетовом диапазоне под воздействием ионизирующего излучения. Как это происходит? Исходя из квантовой теории мы знаем, что электрон свободный, имеет любые энергетические состояния, но как только он попадает в атом, он имеет уже строго определенные уровни энергии. Иными словами, энергия электрона в атоме квантована. Если несколько атомов связываются в молекулу, то происходит расщепление энергетических уровней каждого электрона. А теперь представим, что мы имеем кристалл, в котором содержится огромнейшее количество атомов. Возьмем такое приблизительное число 10 в 20-й. То есть вы представляете, какое происходит расщепление энергетических уровней электронов. И вот если их все сложить, то происходит такое некоторое размазывание энергетических состояний с образованием так называемой валентной зоны. Это зона, в которой находятся все электроны, входящие в состав вещества. И зоны проводимости. Это первая незаполненная зона с уровнями, характерными для электронов, если им сообщить некоторую избыточную энергию. Кстати, эта энергия может сообщаться даже при нагревании. То есть обычно говорят, что в зону проводимости переходят электроны при ненулевой температуре. Но мы так хорошо это иллюстрировано у металлов, потому что при приложении электрического поля мы наблюдаем проводимость. А в случае полупроводников и сентиляторы относятся к полупроводникам. Между зоной проводимостью и валентной зоной существует некоторая запрещенная зона. И при сообщении некоторой энергии электронам в валентной зоне, в данном случае энергия нам сообщает ионизирующее излучение, электрон имеет способность перескочить через запрещенную зону, попасть в зону проводимости. Ну а дальше уже он, поскольку это нестабильное состояние его, он релаксирует с излучением кванта света. Собственно, это простейший механизм излучения света с сентилятором. Сентиляторы имеют очень широчайший спектр использования. Это и коллайдеры и ускорители в экспериментах физики высоких энергий. Это и каратаж скважин в геологоразведке. Это и медицинский имиджинг, также медицинские томографы и гаммокамеры, системы экологического мониторинга и различного рода телескопа. Ну, я вам вкратце скажу просто, какие были эксперименты уже проведены с использованием сентиляторов. В первую очередь, это регистрация реликтового излучения телескопом Хаббл и подтверждение инфляционной модели развития Вселенной, а также открытие бозона Хиггса. Ну, и те задачи, которые сейчас стоят перед, в кавычках, перед сентиляторами, которые решаются с использованием этих кристаллов, это двойной безнетринный бета-распад и поиск темной материи. Сейчас я вкратце расскажу вам о тех методах, которые применяются в нашем институте для получения различных кристаллов. И первый метод, это один из классических методов вытягивания из расплава, метод Чехральского. Он заключается в следующем. Исходное сырье помещается в тигель из тугоплавкого металла и расплавляется. К расплавленному сырью подводится с вращением затравочный кристалл. Затравочный кристалл – это частичка кристалла, который мы выращиваем, вырезанный в определенной кристаллографической ориентации. Затравочный кристалл вращается, при этом и макается в расплав. При этом в ростовом узле подбираются такие условия, чтобы поверхность расплава была немного охлажденной. И когда затравочный кристалл макается и начинает подниматься от расплава, то происходит перемещение из горячей зоны, в которой существует расплав. В более охлажденный. Понятное дело, что на затравочный кристалл происходит нарастание, вернее, вначале налипание расплава охлажденного, а потом уже кристаллизация. Таким образом происходит разращивание вначале кристалла, а потом он растет. Следующий метод, который считается… Пардон, так выглядят крупногабаритные кристаллы, которые получаются методом Чехральского. Следующим методом, который считается одним из классических для получения драгоценных искусственных кристаллов, является метод Вернеиля. В данном случае к горелке подводится водород, с кислородом смешивается исходное сырье, и в токе кислорода исходное сырье нагревается до определенной температуры. Далее оно подается к водородной горелке, и здесь уже в высокотемпературном пламени происходит расплавление, и на затравочный кристалл, который находится внизу, и он протягивается вниз, начинает скапывать расплавленное сырье. Понятное дело, что происходит перемещение из более горячей зоны в менее горячую зону, и происходит наращивание кристаллов при перемещении затравки вниз. Еще один интересный метод – это метод пьедестала. В данном случае исходное сырье прессуется в стержень, который помещается в кварцевую трубку. Зона плавления у нас формируется зеркалами, расположенными в определенной конфигурации, и они за счет множественного отражения света галогеновых ламп нагревают исходное сырье. Опять же здесь происходит протяжка либо вниз, либо вверх, тут уже все зависит от конфигурации печи используемой. И опять же у нас происходит перемещение сырья расплавленного из более горячей зоны в менее горячую зону, происходит кристаллизация, и мы получаем кристалл. Вот так они выглядят, кристаллы, выращенные методом вернелия и пьедестала. Еще один интересный метод – это метод бриджбена стоп-баргера, он осуществляется в ампуле. В ампуле – кварцевая ампула, в нее загружается сырье. Происходит протяжка ампулы с сырьем через печь, у которой тоже есть неравномерное температурное поле. Кристаллизация начинается в заостренном носике, и если в случае, о котором рассказывала Марина, ей нужна множественная кристаллизация во всем объеме, то здесь нам нужен один единственный хороший кристалл. Собственно, геометрическим методом отбора происходят выборы этого затравочного кристалла, и далее начинает из носика уже разращиваться кристалл при протягивании через зону расплавления. И поскольку в ампуле можно создать специальные условия, то это один из тех методов, которые используются для получения очень гигроскопичных материалов. Еще один метод – это метод горизонтально направленной кристаллизации. Он чем-то напоминает метод Бриджман и Стокбаргера. Единственное, что здесь происходит рост в лодке с тугоплавкого материала. Точно так же мы видим здесь заостренный носик, с которого начинается кристаллизация. И при протягивании лодочки в горизонтальном направлении, опять же, у нас происходит перемещение лодки с сырьем в печи с постепенным расплавлением и кристаллизацией. Вот так выглядит кристалл, который выращен методом горизонтально направленной кристаллизации. А одним из интересных методов применения горизонтально направленной кристаллизации является очистка сплавов металлов от нежелательных примесей. Делается стержень металлический, который протягивается через зону нагрева. И примеси, которые содержатся в этом металле, они оттесняются от зоны расплавления. И таким образом эти примеси как будто бы выгоняются из стержня. Они все скапливаются где-то здесь, в кончике стержня, где у нас заканчивается расплавление. И таким образом происходит очистка металлов. Выращивание из растворов. В данном случае выращивание происходит из пересвещенных растворов. Пересвещенный раствор – это раствор, в котором содержится растворенного вещества больше, чем может растворить растворитель при данных условиях. Понятное дело, что такая система является крайне нестабильной. И любое возмущение приводит к выпадению осадка. В нашем случае таким возмущением обычно выступает затравочный кристалл. Но для того, чтобы не происходило массового выпадения растворенного вещества на стенки реактора, на донышко реактора, подбираются температурные условия постоянного пересвещения раствора, чтобы выпадало, так скажем, нужное количество вещества, и чтобы оно нарастало на затравку, а не куда попало. И если мы взглянем на кривую развития сентиляционного материаловедения, то, в принципе, нельзя не заметить, что в последние 20 лет существует некоторый бум развития новых сентиляторов. То есть открыто значительно больше соединений, чем было открыто на протяжении 40-60 лет. Чем это может быть вызвано? Ну, в первую очередь, если мы вспомним вот тот огромный спектр применений сентиляторов, то, наверное, становится очевидно, что даже любой самый идеальный сентилятор не может удовлетворить потребности всех, скажем так, потребителей сентиляционных кристаллов. Потому что в каждом случае это какие-то свои особые требования к качеству. Кому-то нужны быстрые, кому-то нужны плотные, кому-то нужны яркие сентиляторы. Один сентилятор не может обладать всеми хорошими качествами. Но, с другой стороны, такое развитие еще обусловлено тем, что зачастую общество ставит перед нами задачи. Таким примером социального запроса на развитие новых сентиляторов явился, пожалуй, ажиотажный спрос на дозиметры радиоактивного излучения после взрыва на Фукусиме. Ну, такой ажиотаж продержался где-то год-два. На сегодняшний день этот ажиотаж спал. И после вот таких вот социальных потребностей обычно мы переходим к решению некоторых научных глобальных задач. А дальше уже переходим к решению каких-то инжиниринговых вопросов, которые там вытекают уже в геологоразведку и так далее. Поэтому понятно, что получение новых сентиляторов – это все-таки развивающаяся область науки. Ну и я выделяю на сегодняшний день четыре различных направления разработки новых сентиляторов. Это синтез новых соединений с нуля, получение известных соединений очень высокой частоты, получение материалов на основе твердых растворов, что такое твердый раствор, я расскажу немножко позже, и изменение конфигурации применяемых материалов, например, замена объемных кристаллов на кристаллы, видимо, на кристаллических волокон, либо оптической керамики. Первое – это получение новых материалов с нуля. Ярким примером является сентилятор вольформата свинца, который был получен в нашем институте. Методика его получения в виде монокристалла была разработана в 92-м году, и крупногабаритный кристалл был получен тоже в этом институте. Это кристалл, который «увидел» бозон Хиггса. Вторым таким примером является сентилятор пиросиликата Годолиния. Он был получен впервые в виде монокристалла в 2009-м году. Вначале он упорно не хотел расти, получался в виде такой очень красивой, но очень ненужной керамики. После двух лет проб и ошибок мы все-таки получили его в виде монокристалла. Это довольно привлекательный кристалл, потому что он сохраняет свои свойства при температурах до 500 Кельвина. Это довольно-таки привлекательное свойство, с учетом того, что интенсивность излучения сентиляторов обычно падает при повышении температуры до 200 Кельвина. Получение сентиляторов особо чистых. Ярким примером является кристалл «Ядидостронс». Он был впервые запатентован и получен в 1968-м году. А сейчас, когда удалось его получить немного, чуть почище, чем было получено тогда, удалось увеличить яркость свечения кристалла в 4 раза. Это довольно сильный прогресс, с учетом того, что обычно у нас и повышение яркости где-то на 50% считается очень весомым улучшением. Сентиляторы на основе твердых растворов. Твердый раствор, одним из ярких примеров, простых примеров твердых растворов, являются сплавы металлов. То есть мы имеем две различные кристаллические структуры, которые смешиваются и в твердом виде они не разделяются. На сегодняшний день это одно из перспективных направлений развития новых сентиляторов. На слайде приведены, полученные в нашем институте смешанные гранаты и силикаты. Эксперименты показали, что удается получить кристаллы с яркостью до полутора раз выше, чем у исходных составляющих. Пока что есть несколько подходов, объяснений, почему так происходит, но, скажем так, работа still keeping on, потому что пока еще непонятно, какая же теория будет правомочна. Следующее и последнее направление в разработках – это получение сентиляторов в новом модифицированном виде. В 2012 году японскими учеными был разработан метод получения монокристаллических волокон при протягивании кристаллов вниз. Здесь есть тигель очень маленького объема, в нем расплавляется сырье, снизу подводится затравка и через капиллярное отверстие происходит наращивание кристалла. В данном случае кристалл можно получить в течение одного дня. Обычно у нас рост проходит, если говорить о крупногабаритном кристалле, который я показывала, там рост шов в течение двух недель, то здесь монокристаллическое волокно длиной 22-23 сантиметра получают в течение суток. И на сегодняшний день такие волокна являются перспективным материалом для разработки нового детектора для большого адронного коллайдера с повышенной светимостью. На сегодняшний день в рамках проекта Intelium, который продолжается, начался он в прошлом году и будет продолжаться три года, проводятся эксперименты по как раз-таки тестированию различных гранатов в качестве перспективных материалов для поставленных задач. То есть вентиляторы в виде оптической керамики. Готовится она довольно просто на первый взгляд. То есть берется исходное сырье, оно спрессовывается. При больших давлениях и при довольно высоких температурах, обычно это 80-90% от температуры плавления, можно получить в принципе достаточно прозрачную керамику. С одной стороны, можно подумать, что технология проста, но, как показывает практика, оборудование для получения оптической керамики стоит обычно очень дорого, значительно дороже, чем обычные ростовые печи. И зачастую получение оптической керамики не оправдано дорого по сравнению с получением объемных кристаллов. То есть если потребитель хочет использовать оптическую керамику, он должен четко понимать, что у него есть некоторое согласование между вопросом качества и цены вопроса. И как вы понимаете, для каждого исследователя в данном институте кристаллы — это настолько же прекрасный объект и бесконечный, как и вся наша Вселенная, за 15 минут я попыталась рассказать все, что можно было включить, но это только маленькое-маленькое введение. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, а вот кристаллы, их выращивают только из гомогенных расплавов? И как в этих расплавах достигается аммининизация сырья? Спасибо за вопрос. Конечно же, из гомогенных. Если мы будем говорить дальше, более серьезно и подробно, то вот кристалл, который я показывала, пиросиликат Гадалиния, он как раз и получался у нас в виде керамики, потому что у него происходило так называемое инконгруентное плавление. То есть мы имеем определенного состава сырье. фазовая диаграмма нам говорит следующее. Когда мы достигаем температуры 1500 градусов, которая на 400 градусов была ниже, чем плавление, у вас происходит расслоение, распадение соединения. Это химия, это природа. Это против природы никуда не попрешь. И, собственно, поэтому, потому что мы получали не гомогенный расплав, мы получали керамику. Гомогенизация достигается, если мы говорим о тех соединениях, которые, ну, то есть у них происходит конгруентное плавление, то есть состав расплава будет соответствовать тому составу, который вы загрузили в тигель. И то, что у вас кристаллизуется из расплава, тоже соответствует тому, что у вас есть в тигле. То гомогенизация обычно достигается просто, ну, там, какое-то количество времени, поскольку это время защищено патентом, я вам не могу сказать об этом. Мы выдерживаем расплав при определенной температуре. Там, немножко выше, чем температура плавления. Если же мы говорим о инконгруентном плавлении, то тогда гомогенизация достигается введением новых веществ, которые нам позволят сдвинуть, скажем так, обмануть природу и сказать, что мы хотим получить расплав. И даже если мы все-таки получим из расплава два соединения, то мы хотим, чтобы там получилось не то, что ты нам предлагаешь, а то, что мы хотим. На территории, давайте с последнего начну, на территории бывшего Советского Союза мы были единственными. И когда, немножко такой экскурс в историю, когда начались капитальные здесь сокращения штатов, где-то после развала, там, в начале 90-х, голос Америки с ужасом сказал, Советский Союз просто в полном алисе, потому что самый крупнейший институт, один из ведущих на территории бывшего Советского Союза, рушится, потому что институт загибается. Ну, как мы видим, институт живет, процветает, страна разрушилась, ничего страшного. Вот, вернемся теперь к первому вопросу об адронном коллайдере. Дело в том, что человек, который явился, как бы это сказать, тем человеком, который действительно предложил вольфромат свинца в качестве детекторов для большого адронного коллайдера, она была первая, это Людмила Нагорная, она была первая, которая предложила эти материалы. Дело в том, что их никто никогда не получал, видимо, на кристаллов. Очень много людей говорили о том, что это невозможно, то есть вырастить этот кристалл не удастся. Да, у него привлекательные свойства, но получить его нельзя. Она получила первый, первый кристалл был ужасного качества, он был зеленого цвета. А? Ужасно. Ну, если мы вспомним, какие я показывала, то да, ужасного, но они на самом деле такими и вырастают, это просто многократная кристаллизация. Они получаются беленькими на выходе. Вот. Она получила первый кристалл, его протестировали, сказали, что да, это может быть вариант для использования. Но на самом деле, если я не ошибаюсь, она два или три года доказывала, что этот кристалл имеет свойство жить, его можно получать, ну, как водится. Потом, когда его уже получили, когда его уже... Ну, дело в том, что технология была поставлена не только в нашем институте, потому что наш институт не имеет достаточного количества мощностей для обеспечения большого адронного коллайдера. Поэтому была поставлена технология выращивания кристаллов ПВО, сокращенно это вольфрамат свинца, в несколько заводов, в том числе и в российский город Богородицк. И они, собственно, обеспечили, если я не ошибаюсь, что-то около 50-60% всех потребностей. Ну, остальное, как водится, в Китае делали. И вот, когда было уже понятно, что этот кристалл действительно перспективен, на нем можно регистрировать те события на Большом адронном коллайдере, естественно, началась очень большая война на копиях, потому что французский исследователь, я его очень уважаю, но тем не менее, Полли Кок, он начал рассказывать, что нет, это я. Был тот человек, который предложил этот кристалл для Большого адронного коллайдера. Ну, как бы, мировое сообщество, может быть, все помнит хорошо, но все-таки первенство у нас, потому что был получен здесь, и мы первые сказали о том, что да, он имеет право быть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ